Благословия! Добрый день! Здравствуйте! Спасибо! Здравствуйте! Здравствуйте! Пойдемте, коллеги? Здравствуйте! Это строительство, которое состоится 22 января. Все приходите к нам на эстафету. Огонь прилетел! Кто прекрасный молодец, который вас освобождает? Это хранители огня, которые всегда ездят со мной в сопровождении огня. Огонь у нас не гаснет, и, как вы видите, он прилетел на самолете. Он у нас всегда живой. Начиная с Турины, он ездит с нами по всем городам. И вот этот живой огонь, который уже посетил 20 городов, 17 федерального этапа, 3 международного, приехал теперь в Норильск. Это старт регионального этапа эстафеты огня. А в ящиках что-то? В ящике специально для перевоза. У нас есть специальная резервная колба, в том числе, для того, чтобы, ну мало ли что-то, у нас всегда есть резерв. Телла Юрьевна, в чем особенность регионального этапа? Региональный этап, он, на самом деле, мы специально его делали для жителей города-края. Для того, чтобы каждый, живущий в самых отдаленных городках нашего необъятного края, мог прикоснуться к нашему событию под названием универсиада. И для того, чтобы все могли узнать, что такое проводится в марте, что это за событие, как оно будет проходить, мы проводим эстафету именно в региональном этапе. И поэтому 12 городов региональных у нас, и плюс Красноярск у нас впереди, и мы 22-го в Норильске, как я уже и сказала. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Можно огоньком к нам повернуть? Можно. Ага, вот, спасибо большое. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин